Здравствуйте! Вы смотрите программу Пульс Дня. Мы обсуждаем новости и их последствия. В студии Наталья Быстрицкая и Данил Русаков. В США не намерены ни с кем делиться вакциной. Пресс-секретарь Белого дома Джамсаки ответил отрицательно на вопрос о возможности поставок в Мексику в ближайшее время. Нет, президент ясно дал понять, что он сосредоточен на обеспечении вакцинами каждого американца. Следующий шаг – восстановление экономики. Мы это делаем для того, чтобы наши соседи, Канада и Мексика, также быстрее преодолели последствия пандемии и кризиса. Только после того, как мы справимся с ситуацией внутри, мы будем готовы обсудить дальнейшие шаги помощи остальным. Накануне президента США Мексики Байден и Абрадор в ходе переговоров обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, проблемы климата и взаимодействия на границе. Абрадор, в свою очередь, сообщил, что в ходе виртуальной встречи предложил Байдену посетить страну. Господин президент, вот что я знаю. Соединенные Штаты и Мексика сильнее, когда вместе. Между нашими народами существует долгая и сложная история. Мы не всегда были идеальными соседями, но мы в большего безопасности, когда мы работаем вместе. Будь то вопрос охраны границ, либо взятие пандемии под контроль. Великобритания станет первым или вторым иностранным государством, куда с визитом прибудет избранный президент Джо Байден. Об этом сообщала в январе британская газета Daily Telegraph. По информации издания, Байден не собирается наносить зарубежные визиты до лета и хочет сосредоточиться на внутренней политике. В качестве исключения Байден может отправиться в Канаду. Первый визит Байдена в Европу, скорее всего, будет приврочен к саммиту Большой Семерки, который пройдет в Британии. Еще один визит в эту страну президент нанесет осенью и примет участие в 26-й конференции сторон рамочной конвенции ООН о изменении климата в шотландском Глазго. Напомню, Байден ранее заявлял, что является противником идеи Брекзит. Кроме того, однажды он назвал Джонсона дословно клоном Трампа в физическом и эмоциональном плане. Как сообщает Daily Telegraph, Байден собирается забыть о разногласиях с нынешним руководством Великобритании и укреплять отношения двух стран. Впервые с середины января увеличился темп заболеваемости коронавирусом в мире. Об этом свидетельствуют данные за последнюю неделю, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус. Это разочаровывает, но не удивляет, отметил чиновник, подчеркнув, заболеваемость выросла в Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье. По мнению главы ВОЗ, это может быть связано с ослаблением мер общественного здравоохранения, продолжающейся циркуляцией штаммов и с тем, что люди теряют бдительность. В США начались поставки уже третьей одобренной вакцины от коронавируса. Это препарат от компании Джонсон и Джонсон. Компания отгрузила первую партию в 4 миллиона доз. Сегодня Штаты получат препарат пропорционально населению, который, в отличие от двух ранее одобренных вакцин Pfizer и Moderna, а ими уже привиты 15% населения, требует не двух доз, а всего одно. Вакцина Джонсон и Джонсон не требует супернизких температур хранения. Ее можно хранить в обычных холодильниках. По официальным данным, уже вакцинировано около 25 миллионов человек, то есть примерно каждый восьмой житель страны. Около 41% жителей США не хотят проходить вакцинацию, свидетельствуют результаты опроса, остальные 59% респондентов желают уколоться. Среди нежелающих привиться 66% обеспокоены побочными эффектами, а 33% вовсе считают, что вакцины неэффективны. Кроме того, 27% заявили, что не беспокоятся по поводу вирусов, в то время как 23% уверены, что прививки должны получать лица, находящиеся в группе риска. При этом 17% обеспокоены возникновением проблем со здоровьем. Главный инфекционист доктор Фаучи считает, что не следует прислушиваться к призывам отказаться от введения второй дозы вакцины. Правильнее будет придерживаться ранее принятой схемы вакцинации. Эксперт рассказал, что вчера пообщался с британскими чиновниками в сфере здравоохранения, которые решили отложить введение второй дозы, чтобы охватить как можно больше людей. Фаучи понимает логику этой стратегии, но он убежден, что в Америке это не будет иметь смысла. Данных о достаточности единственной дозы препаратов от Pfizer или Moderna пока мало, как и нет данных о том, как долго сохраняется иммунитет после одной дозы. Также Фаучи заявил, что генетические варианты коронавируса снизят эффективность существующих вакцин, но они при этом останутся в определенной мере эффективными. Доктор Фаучи заявил, что без колебаний привился бы вакциной Джонсон и Джонсон. Все три вакцины, одобренные FDA, очень хорошие. Люди должны воспользоваться той, которая им наиболее доступна, сказал Фаучи в эфире NBC. При этом уточнил, что сам вакцинировался прививкой от Moderna. К слову, Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации рекомендовал не использовать вакцину от коронавируса, разработанную британской шведской компанией AstraZeneca. Людям в возрасте 65 лет и старше поговаривают, будто AstraZeneca менее эффективна против так называемого южноафриканского варианта. Меры по борьбе с распространением COVID-19 будут ослабляться по мере того, как все больше людей будут вакцинироваться, завел Фаучи в интервью CNN, но пока рано говорить, когда появится коллективный иммунитет. Ножение двух масок защищает от риска заразиться коронавирусом с эффективностью до 90%. К такому выводу пришли исследователи Центров по контролю и профилактике заболеваний. У результатов исследований есть некоторые ограничения. Их нельзя распространять на детей с маленьким лицом или на мужчин, носящих бороду. По мнению специалиста CDC, ношение сразу двух масок более эффективно защищает от попадания вирусов на слизистую оболочку дыхательных путей. Сенат Конгресса утвердил в понедельник кандидатуру Мигеля Кордоны на должность министра образования. В ближайшее время Кордона будет приведен к присяге. Он выступает за скорейшее возобновление работы школ, как завел в декабре прошлого года президент Байден. В лице Кордона страна получит опытного и преданного своему делу школьного учителя. По словам Байдена, будущий министр поможет искоренить неравенство в системе образования, добьется повышения ставки у числей, а также обеспечит бесплатный доступ к детским садам, детям в возрасте 3-4 лет. Кордона, имеющий по иртуриканские корни, ранее являлся главой управления по образованию штата Коннектикут. Время пришло. Администрация Байдена поддержала усилия демократов по пересмотру правил голосования и передачи процесса создания границ избирательных участков независимым комиссиям. Соединенные Штаты столкнулись с беспрецедентным нападением на нашу демократию в невиданной ранее попытке проигнорировать и отменить решения народа, а также с новой агрессивной атакой на избирательные права, говорится в заявлении административно-бюджетного управления президента Байдена. Палата представителей собирается проголосовать и, вероятно, примет радикальный законопроект о реформе выборов на этой неделе. Республиканцы заявили, что закон лишит Штаты существующих полномочий и высказали опасения по поводу возможного мошенничества на выборах. Данил, кстати, в воскресенье на конференции республиканцев-консерваторов Трамп практически о том же самом и говорил, но другими словами. И настаивал на том, чтобы существовал в Америке единый день голосования. Так и действительно до реформы избирательной системы недалеко. Как проголосуют республиканцы, как демократы пока не ясно, но впереди 2022 год. Вот там начнется самое интересное. Пока разминка. Начнется в 2022-м, в 2024-м. Ну и вообще в Америке действительно каждые два года что-то интересное случается. Существует такая определенная математика, которая в ходе этого конкретно сезона выборов была нарушена. Ну напомним, что последние 20 лет обычно у власти находились две каденции представителей одной партии и в одном две каденции представителей другой партии. И, в общем-то, до Трампа, до конца его первого срока эта история никак не менялась. То есть, если мы, по крайней мере, от Джорджа Буша-старшего, там есть оговорки, начинаем с Клинтона, то все это правило всегда соблюдалось. Теперь мы видим, что правило это, ну как минимум, сейчас дало сбой. И поэтому также продолжение этого правила не факт, что реализуется в реальности. Продолжение правила очень простое. При Трампе оно тоже имело место быть. Это когда победивший президент от какой-то партии через два года теряет либо верхнюю, либо нижнюю палату, потому что туда избирается большая часть представителей от другой партии. Как будет сейчас непонятно, и поэтому действительно вся эта история с тем, что нужно пересмотреть голосование, правила и параметры, она кого-то вводит в восторг, кого-то она, возможно, пугает. Но мы видели, по крайней мере, вот то, что скорее всего сейчас и в устах Трампа, и в устах демократов будет каким-то образом дальше продолжать звучать. Это идея о том, чтобы убрать институт выборщиков как таковой, хотя это достаточно трудно сделать, для этого необходимы реформы, которые настолько глубоки, что аж затрагивают основной закон Конституции Соединенных Штатов. Но выбор президента простым большинством, это тема, которую, напомним, начали муссировать буквально недавно. И если, конечно, эта тема продолжится, то наверняка у нее будут свои последствия. Ну, хотя бы на уровне риторики точно, а на уровне реальных действий, на мой взгляд, только после тех выборов, которые в 2022 году произойдут, вот тогда, может быть, кто-то о ней и задумается. Но пока же, поскольку мы говорим про такие дела судебно-законодательные, почему судебные, потому что огромное количество из тех инициатив, которые в том числе в пику Трампу были Байденом реализованы, сейчас оспаривают в судах. И, в частности, суд штата Техас наложил временный запрет на указ Байдена, который останавливает депортацию в первые 100 дней из страны. И вот еще один суд. Судьи начали заслуживать аргументы по вопросу о законности ограничений в штате Аризона. Ну, и рассматривается это не где-то, а в Верховном суде страны. Так вот, заседание о том, насколько меры, принятые в пандемии, действительно может приковать большое количество интересующихся со стороны. И дело, в частности, как говорят некоторые юристы, может ослабить закон об избирательных правах от 1965 года, который защищает расовую дискриминацию при голосовании. Это очень интересно. Республиканцы во многих штатах продвигают ограничения на фоне утверждений Трампа о масштабных фальсификациях на ноябрьских президентских выборах. Ну, и вот, пожалуйста, судьи заслушивают аргументы в режиме телеконференции. Генеральный прокурор Аризона, республиканец Марк Бурнович и Республиканская партия штата обжаловали решение суда низшей инстанции, в котором было следующего рода утверждение, что рассматриваемые ограничения на участие в голосовании непропорционально затрагивают афроамериканцев, латиноамериканцев и коренных американцев. Ну, одна из этих мер запрещает передачу чужих заполненных досрочных бюллетеней в избирательной комиссии за исключением членов семьи или опекунов. И другое ограничение, как считается, дисквалифицирует бюллетени, поданные лично на избирательном участке, отличном от того, которому приписан избиратель. Ну, Национальный комитет демократической партии и Демпартии Аризона подали иски, попытавшись оспорить ограничения, введенные в Аризоне. И в прошлом году буквально окружной апелляционный суд, который дислоцирован в Калифорнийском Сан-Франциско, постановил, что ограничения нарушают закон об избирательных правах. Это очень интересно, потому что мы знаем по поводу этого дистанционного голосования, которое происходило на прошлых выборах. Причина дистанционного голосования – это пандемия. Тогда было об этом объявлено. То есть не то, чтобы до этого нельзя было голосовать дистанционно, можно, но массовость дистанционного голосования связана была именно с теми мерами, которые носят характер эпидемиологического свойства. И вот теперь мы видим, как это все прекрасно складывается в одно – избирательные права, пандемические ограничения, вопрос о равенстве людей разного этнического происхождения в Соединенных Штатах. И, в общем-то, из этого, получается, сейчас можно начать такое идеальное взрывное устройство политическое, которое где-то, да, и бабахнет. Ну и, в общем-то, решение Верховного Суда, напомним, там 6 из 9 мест занимают судей-консерваторы, может повлиять на промежуточные выборы 2022 года, с которых мы, собственно, и начали наше нынешнее обсуждение. И по итогам которых республиканцы все-таки до сих пор надеются получить контроль над обеими палатами Конгресса и, как ожидается, судьи вынесут решение к концу июня. То есть быстро ожидать чего-то такого нам не стоит. Ну и, если мы говорим о прошедшей, буквально на прошлой неделе, прошедшей встрече консерваторов-республиканцев, то выступивший там в воскресенье Дональд Трамп как раз и говорил о грядущих выборах, сначала в 2022 году выборах в Сенат, потом о выборах президента. И буквально непрозрачно намекнул о том, что, возможно, он будет баллотироваться в 2024 году. Сегодня в информационном пространстве появилась новость о том, что актер, известный актер Уилл Смит, также мечтает зарегистрироваться, мечтает начать избирательную кампанию ближе к 2024 году. И говорит, что он должен внести свой вклад в историю страны. Он говорит о том, что он оптимистично настроен, что у него какое-то видение, какое-то произошло, ему приснился сон, чуть ли не сон, который, в общем-то, и настроил его на этот лад, настроил его даже на победу. Какой, как говорится, солдат не мечтает стать маршалом, так и здесь. Какой актер не мечтает стать президентом. Он сказал, что мало того, что у него еще огромное количество планов на этот год и на следующий, он уже занят в нескольких фильмах, плюс он, скорее всего, будет участвовать в президентской гонке в 2024 году. И Канни Уэст, к слову, рэпер Канни Уэст тоже заявил о том, что еще раз попробует поучаствовать в президентской гонке. Ну и кто знает, женщин не хватает, почему-то лично мне как женщине, мне тоже бы хотелось услышать, что, например, Дженнифер Лопес, учитывая ее, так сказать, настрой... Не знаю, что Камала Харрис уже вице-президент, а мы знаем, что... А Байдену 82, я понимаю, это очень короткий путь такой, но про Лопес тоже не стоит забывать и списывать ее со счетов. Переходим к следующей части пульса дня. Администрация Байдена изучает возможность запрета на участие Саудовской Аравии в ряде международных встреч на высшем уровне на фоне перекалибровки двусторонних отношений. Продолжим через пару минут. Продолжение следует...